Славьи Бог! Славьи Бог! Славьи Бог! Славьи Бог! На протяжении сорока дней после своего воскресения Господь наш Иисус Христос являлся своим ученикам и апостолом, но на сороковой день вознесся от земли на небо. Этим событием закончилось пребывание Господа на земле и дело спасения человеческого рода. Но, вознесшись на небо, Господь нас не оставил. Елеонская гора – место, откуда Господь вознесся на небо. В деянии святых апостол сказано, что Господь перед своим вознесением собрал учеников и дал им повеление находиться в Иерусалиме. Он оставил им обещание, что на них сойдет Дух Святый, и тогда сила Божия даст им возможность проповеди даже до края земли. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботного пути. Во время Своего вознесения на небо Господь наш Иисус Христос не отринул человеческую природу. Она никуда не исчезла, но была преображена Божественной силой Спасителя. По слову ангелов, которые присутствовали при вознесении Господа, Он таким же образом придет для того, чтобы судить весь мир. «Когда Спаситель вознесся на небо, переживания охватили сердца Его учеников и апостолов, но они знали, что Господь с ними и ждали Его обетования о Святом Духе. Второе пришествие Господа будет во славе и уже для суда над всем миром». Ангельское свидетельство говорит о том, что опыт обожения человеческой природы доступен каждому человеку при помощи благодати Божией. Уже исполнилось почти сорок дней по воскресенье Христовым. И этой таинственной Четыридесятницей должно было заключаться Его служение на земле как Мессии, подобно тому, как оно и открылось, таинственной Четыридесятницей. «Та ввела Его в подвиг, это совершило Его», – говорил протоиерей Александр Горский. Цель жизни каждого христианина – достижение Царства Небесного. И это вечное Царство, нашу Небесную Родину, Господь открыл после Своего Вознесения. Нам остается лишь выбрать, последовать ли туда за Господом, либо нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова